Мы перейдем сразу к следующему докладу. Мы вообще от региональных фокусов давайте сдвинемся в сторону каких-то глобальных вопросов. И доклад Михаила Ивановича Рыхтика. Есть ли разное понимание безопасности у основных субъектов современной мировой политики? Пожалуйста, Михаил Иванович. Спасибо. Я позволю себе внести некоторые изменения в подготовленные сообщения для того, чтобы отреагировать на некоторые идеи, озвучавшие вчера. Мне кажется, это отражает суть наших научных собраний для того, чтобы вступать в полемику и в дискуссию с теми участниками, которые уже высказывали очень интересные оригинальные мысли и предложения. Если быть предельно кратким и выполнять получение нашего президиума, то можно ответить на знак вопроса «да», утвердительно, и на этом перейти к вопросу. Но я попробую развернуть немного свои тезисы для того, чтобы поделиться с рядом идеей и положением. Первое. Если внимательно посмотреть на публикации в российских академических научных журналах и на программы международных и российских конференций, то мы увидим заметное снижение интереса к теоретическому осмыслению безопасности как такового. Это особенно заметно по сравнению с тем периодом взлета интереса к этой проблематике, который существовал в начале нулевых годов, как в российском академическом сообществе и экспертном сообществе Танис Грунежный. Хотя, надо сказать, если наблюдать за программами профессиональных ассоциаций, работающих за границей, такие как Ассоциация политических исследований, международных исследований, там проблематика безопасности остается в фокусе интереса, но меняется уровень зрения. Что же у нас произошло, на мой взгляд? Я позволю себе буквально как-то напомнить, как в целом распределялась литература или осмысление проблем безопасности у нас. Ну, в последнее время одним из самых частых гостей у нас был Мейр Шаймер, и такое впечатление, что вот этот вот интерес к постнеореалистическому взгляду на мироустройство, оно завоевало популярность в том числе и среди российского экспертного сообщества. И вот этот традиционный взгляд на вопросы безопасности, характерный для всех тех аналитиков, работающих в постреалистическом осмыслении, он во многом характерен и для российского академического сообщества. Наверное, это в частности вызвано некой усталостью, многочисленностью конструктивистских подходов, которые были очень популярны от разных идей, до феминистских взглядов на проблему безопасности, до концепции юноши юрити и так далее, и так далее. И третий момент, это связан с неким таким кризисом либерально-институционалистского осмысления вопросов безопасности. Здесь, скорее всего, другую роль сыграла пропагандистско-политическая оценка либеральной идеи, либеральной парадигмы как таковой, иногда звучащей из рук наших отечественных пропагандистов и некоторых политических деятелей, что вот так вот понизило ценность теоретического осмысления в контексте либерально-институционалистского взгляда безопасности. Все это, в конечном итоге, привело к тому, что мы перестали продолжать дискуссию о том, как понимается безопасность в современном мире. А вчера уже некоторые от поступающих говорили о том, что очень важно добиться некого общего понимания, что же такое безопасность, прежде чем решать конкретный, что же такое значит тот или иной термин, прежде чем решать конкретные задачи. И вот на фоне ожидания ренессанса разоруженческой проблематики, которую очень сильно ждут там Сергей Михайлович Рогов, и Алексей Арбатов, и Володя Орлов, и целый ряд других наших специалистов в этой области. Но пока вот этого ренессанса еще не настал, то вот вакуум в осмыслении, в изучении проблем безопасности, он четко наблюдается. На чем, мне кажется, сегодня можно согласиться, существует некий консенсус. Ограничение ресурсов глобализации, о которых уже сегодня говорили, о росте протекционизма, других тенденциях, которые упоминались вчера и сегодня, работающие вокруг государства и его роли в современном мире. Так вот, в связи с неким ограничением ресурсов глобализации, security status выходит за пределы модерна как такового. Что это означает на практике? Это означает, что значимость материальных ценностей в размышлении о безопасности снижается. То есть, значение территории, ресурсов, человека как такового, но вот в изучении и в осмыслении вопроса безопасности становится не столь актуальной, не столь интересной. А на что мы начинаем обращать внимание? Мы начинаем обращать внимание на эмоции, на ценности, на социальные связи, то есть на все то, что формирует наше восприятие, скорее всего, вот этих вопросов, которые мы актуализируем в качестве безопасности. То есть происходит некая гуманизация безопасности, не путать с view on security, с безопасностью человека, с огромным количеством работ, которые были посвящены этой тематике. И что в итоге мы с вами получаем? Понятно, что количество участников мирового политического процесса велико, но тут важно не их количество, а то, что они имеют все разный вес в современном мире. А раз так, то я возвращаюсь опять к тезису, который прозвучал вчера, то в построении или в поиске вопросов, связанных с построением системы безопасности, опять появляется или приобретает совершенно новое значение тезис, который был обучен в свое время Андреем Андреевичем Грамотом, и вчера его Алексей Анатольевич повторил, это проблема доверия. А на чем может быть основано это доверие? На трех основных базовых принципах. Это опыт, это общность ценностей или на общем понимании страха. Вот если ограничиться анализом опыта взаимодействия основных субъектов мировой политики и посмотреть на перспективу формирования некого общего понимания о ценностях, то здесь можно остаться пессимистом с точки зрения перспектив построения некой общей работающей модели безопасности, охватывающей столь разнообразных субъектов от международных организаций, интеграционных объединений до государств. А что происходит со страхом? Можно ли испугаться нам всем одинаково, чтобы преодолеть те препятствия, которые существуют для построения некой системы безопасности? Здесь тоже проблема. Если мы говорим о новых вызовах, очень популярные темы там, кибербезопасность, биобезопасность, ну и вот весь этот новый ряд так называемых новых вызовов и угроз. Предполагать, что они могут стать некой основой для совместных, как минимум, действий, для какого-то реального участия, пока очень проблематично. Почему? Потому что подобного рода вызовы и угрозы, о них не размышляешь с точки зрения, что ты делаешь. О них можно размышлять в контексте, что ты можешь сделать. А вот если применят этот так называемый инструмент, а какая может быть мишень у этого инструмента? Есть ли доказанная эффективность опасности, если вдруг там будет некая кибератака или биоатака, или еще вот все, что сегодня новомодные вызовы и угрозы, о которых пишут. Вот этого понимания среди экспертного сообщества единого нет. Все эти возможности в области распространения каких-нибудь болезней и так далее и тому подобное. То есть это не является основанием для формирования некой площадки для доверия. Ну и второй очень интересный аспект, который тоже, на мой взгляд, влияет на понимание и на построение доверия. Обратите внимание, сегодня в обсуждении вопроса безопасности практически не участвуют женщины, если речь идет о лидерах государства. То есть вот это некая такая мужская задача, если мы говорим об активных политических лидерах современного мира, что, наверное, тоже окладывает определенное внимание. Я с интересом читаю работы в контексте феминистской парадигмы, которые обращают внимание и сделатели на вот этот вот интересный аспект. И этого, к сожалению, не так много есть в российской политической мысли. И, подводя итог, хочу еще раз обратить внимание, что отсутствие условий для общего понимания основных категорий в области безопасности приводит нас к понижению уровня доверия между основными игроками на глобальном уровне с учетом снижения, с учетом ограничения ресурсов глобализации на данном этапе развития. Перспективы создания неких общих глобальных систем безопасности имеют большое количество трудностей, препятствий и вызовов. И, наверное, целесообразно сегодня больше внимания концентрировать на маленьких, рабочих, функциональных, региональных системах безопасности, которые имеют больше шансов быть эффективным инструментом. Спасибо. Спасибо, Михаил Иванович. Два вопроса, Виктор Борисович, пожалуйста. Вы задумали несколько факторов, заявлений на доверие, да? А ничего не указали о том, может ли общность интересна хоть и таковой? Вы знаете, в конфликтологии есть базовый принцип, да? Преодоление любого конфликта основано на согласовании интересов. Но в международной политике, на мой взгляд, согласование интересов произойдет лишь только в том случае, если есть накоплив какой-то опыт взаимодействия, ну, почему, как говорится, полностью не утерян оптимизм в отношении возможности построения arms control режим между Россией и США? Ну, потому что есть определенный опыт, так или иначе. То же самое, когда мы говорим и о неком страхе, и о других факторах. Да, безусловно, это да, но осмысление общности интересов, оно ведь тоже будет подвержено вот этому субъективному фактору. Мы сегодня слышали про отношения США и Канады. Вот там что, вот современный момент, он все-таки скорее отражает личностный фактор? Или там есть объективные причины, которые приобретают особое значение? Вот, на мой взгляд, некая актуализация вот этого эмоционального и рационального личностного на современном этапе развития мировой политики – серьезный фактор. Поэтому интересы отойдут на второй план. Спасибо. Да, второй вопрос, пожалуйста. Какие риски для Российской Федерации, исходя из вакуума понимания безопасности, вы видите? Какие риски для Российской Федерации? И второй вопрос будет связан с этим. Как это влияет на переговорный процесс между внешними геодерными диаграммами США и Российской Федерации? Ну, мне представляется, что основной риск для нашей страны, он связан с перспективой некой самоизоляции. То есть вот дальнейшие сложности в выстраивании партнерских отношений на разных основах, на разных базах, вот, на мой взгляд, это серьезно повлияет и, скажем так, скажется на позиции нашей страны на мировой арене. Ограниченность наших ресурсов, объективно, по всем основным направлениям, дает нам очень ограниченный набор ожиданий, ну, вот, в контексте местной роли нашей страны. То есть, если поставить четко географические границы, знаете, вот, есть ряд работ, посвященных влиянию ценностного фактора на внешнюю политику России, и авторы, в том числе и зарубежные, приходят к выводу, что Россия объективно имеет смысл географически ограничить зону своих интересов в ареале проживания православных. Ну, это вот Черное море, Ближний Восток, Средняя Азия. То есть вот, раз Россия выходит с системой с традиционными ценностями, которые так или иначе коррелируются с религиозными моментами, то вот географически Россия может вот иметь вот этот вот ареал. Очень любопытные, это такие взгляды, идеи по поводу того, где есть пределы... Угроза славянскому миру – это фактор риска? А я не говорил об угрозе славянскому миру. Значит, я вас просто не гнил. Я просто говорил о том, где пределы могут быть российской внешней политики, в той или иной степени ее объявить. Спасибо, Михаил Иванович. Пожалуйста, Надежда Александровна Шведова. ООН и гендерное равенство – новая парадигма. Спасибо за предоставленное слово. Итак, 2020 год, юбилейный год следующий, когда мировое сообщество отмечает 75-летие Организации объединенных наций, которая была, как всем известно, учреждена в 45-м году после окончания Варварской войны. Нынешний год – это тоже юбилейный год. 40 лет со дня принятия конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Один из самых основолагающих документов, который очерчивает гендерные права. Не зря эту конвенцию называют билем о правах женщин. Хочу сразу подчеркнуть, что тема ООН и гендерное равенство – остро актуальные темы, и они совершенно логически взаимосвязаны. Почему? Потому что, с одной стороны, ООН – уникальная глобальная организация, которая оказывает весьма существенное влияние, хочу сразу на первое место поставить, на международное развитие, подчеркивает необходимость и достижение естественной мира на земле, на искоренение нищеты и болезней во всем мире. С одной стороны. А с другой стороны, хочу подчеркнуть, что гендерное равенство – это и есть базис социальной стабильности, это условия развития, и это инструмент создания качества жизни. Я понимаю, что очень мало времени. Хотела и хочу пройтись вот по этим крупными мазками, по этим четырем направлениям, которые я сейчас озвучивать не буду. Итак, прежде всего, хотела подчеркнуть совсем недавно сказанное генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришеву, процитирую следующее. Достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и девочек являются незавершенной задачей нашего времени и величайшей проблемой в области прав человека и в сегодняшнем мире. Надо сказать, что совсем недавно состоявшаяся сессионная неделя ООН то же самое выделяет четыре важных направления на международной арене, и одно из них – это обеспечение гендерного равенства. Почему? Почему эти проблемы актуальны? Во-первых, потому что, во-первых, женщины и девочки составляют 50% населения планеты, что равнозначно 50% потенциала человечества. Второе. Гендерное равенство – одно из важнейших прав человека. Третье. Гендерное равенство играет ключевую роль в деле обеспечения мира и согласия в обществе и полноценной реализации человеческого потенциала на основе достойной жизни и устойчивого развития. Доказано множеством всяческих научных исследований, что вовлечение женщин в жизнь общества обеспечивает рост продуктивности и экономический рост. Труда имеется в виду. Тем не менее, все это происходит на фоне вот такой вот реальности. Очень лапидарно, очень быстро. Итак, наблюдается в мире сегрегация в экономической деятельности. 1,2 миллиарда или 41% с лифтвой женщины составляет от общего числа работающих. Это по данным мод. Гендерный разрыв в оплате труда колеблется от 23% до 40%. Более 60% женщин, работающих, которые получают зарплату менее 1 доллара в день. Неравенство существует в праве владения активами. Существует разное ответственность мужчин и женщин за ведение так называемого и домашнего труда, и то, что называется бесплатным трудом. Что самое удивительное, прогресс неравномерный. Вероятность смерти природы для женщин сопоставима с аналогичным показателем для Европы XIX века. Я не ошибаюсь. XIX века. Ежегодно более полумиллиона женщин умирают из-за осложнений во время беременности или родов. Это число за 20 лет совсем не изменилось, по данным ВОЗ. Свыше 1 миллиарда женщин по всему миру лишены правовой защиты от домашнего сексуального насилия. Каждая пятая женщина в мире была изнасилована в возрасте до 15 лет. Вот такая вот картинка, которая рисуется. Ясное дело, что не может мировое сообщество спокойно на эти вещи смотреть, понимая, что безопасность, в конце концов, это и есть качество и комфортность жизни, лежащие в основе той безопасности, которая рассматривается с точки зрения военных и прочих элементов. Если говорить о гендерном равенстве и неравенстве, надо сказать, что образование мужчины и мальчики в невыгодном положении оказывается, если смотреть на международные тенденции. Надо сказать, что условно подразделяется озабоченность мирового сообщества в отношении решения проблем гендерного равенства на два этапа. То есть, иными словами, преследование этой идеи берет свое начало уже сразу с периода учреждения организации объединенных наций. Статья первая, подчеркиваю, статья первая устава. Он гласит «Осуществлять международное сотрудничество в поощрении, развитии, уважении к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка, религии». В скобках замечу, что заслуга введения именно такого отношения принадлежит Элеонор Рузвельт, который много вложила в эту формулировку. Так вот, учет гендерной проблематики – отнюдь не новая стратегия. Первый этап, повторяю, с определенной степенью и условностью, можно обозначить после окончания Второй мировой и до середины XX века, когда осуществлялась стратегия, направленная на улучшение положения женщин. Эта стратегия не приносила искомых результатов. Она вызвала активное противодействие международного женского движения. Оказалось, что гендерное неравенство нельзя устранить с помощью маргинальных инициатив. Необходимы были широкие изменения, в частности, на политическом и институциальном уровне. Необходимы были новые подходы. Иными словами, встал вопрос о том, как решаются вопросы власти. Потому что необходимо было пересмотреть пересподеление ролей в отношении к доступу, распоряжениям и контролю нам ресурсами. Если мы понимаем власть как именно этот процесс, тогда ясно, почему до сих пор столь сильное существует противодействие против идей гендерного равенства. Потому что на самом деле этот вопрос стоит в глубине о власти. Итак, в этом середине 20 века специалисты обозначают год 1985 год. Это начало второго периода. Произошел переход от парадигмы «женщина как целевая группа» к идее гендерного равенства как цель развития. 1985 год, повторяю, 1985 год – рождение глобального феминизма. Новый гендерный уровень во всех вопросах. Что это значит? Это значит, что гендерный подход превращается в кровеносную систему всех принимающих решений, то есть должен быть так, по крайней мере. И это подчеркивается во многих инструментах, которые принимаются Соединёнными Штатами Америки, в том числе, но прежде всего речь идёт об ООН. Одно из самых важных, я уже сказала, принятие в 1979 году – это конвенция ликвидации всех форм и скроминаций в отношении женщин. Целый ряд важных документов, целый ряд важнейших событий происходит. Я очень быстро пройдусь. 1980 год, программа действий, 1995 год, четвёртая пекинская конференция. Далее, идёт именно ранний 1985 год, я уже сказала об этом, рождение глобального феминизма. В чём, собственно говоря, здесь суть? Гендерный аспект во всех вопросах признаётся крайне важным. 1993 год – очень важная декларация об искренении насилия в отношении женщин. В 2010 году создание новой структуры ООН по вопросам генового равенства, расширения прав и возможностей женщин. ООН – женщины. Она объединила целый ряд подразделений. Её глава становится замсекретарём гениального секретаря ООН. Затем следует декларация тысячелетия 2000 года. Затем в настоящее время принята программа преобразования нашего мира повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 17 целей. Каждая цель пронизана достижением генового равенства. Отдельная цель номер 5 – это обеспечение генового равенства и расширение прав и возможностей женщин во всех сферах жизни. Особенно хочу выделить резолюцию 1325. Это важный инструмент женской роли в миротворческих процессах. Она была принята единодушной, которая основывается на целом ряде, я вот здесь указываю, каких-то иных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, и, ближе всего, конечно, Совета безопасности на пекинской платформе действий. Это стратегия участия женщин в миротворческих процессах. Основывается на четырех важнейших принципах. Это предотвращение, это участие, это защита и миростроительство, и восстановление после этого. На сегодняшний день, вернее, на 2016 год, 64 страны разработали национальные планы действий по резолюции 1325. Хочу подчеркнуть особое историческое значение, которое действует сейчас, это резолюция 1325. Это первая резолюция Совета безопасности по вопросу о последствиях вооруженных конфликтов для женщин. Принятие означало, что Совет безопасности ООН признал важное значение продвижения гендерной проблематики во всех этапах мирного процесса. И она имела огромное значение для достижения каких-то позитивных моментов в этой сфере. Хочу еще одно выделить здесь, что благодаря применению этой резолюции усилилась защита гражданских лиц в ходе вооруженных конфликтов, в том числе женщин и девочек. Конечно, нужно подчеркнуть следующее, что женщины остаются в значительной степени невидимыми и не участвующие в мирных процессах переговора, несмотря на то, что они становятся одной из самых значительных и важных жертв в процессе военных действий. Между тем, факты жизни таковы. Почему, собственно говоря, необходимо привлечение женщин к этим процессам? Свыше 50% мирных соглашений, лишь половина, содержит поминания о женщинах. Это за период 15-16 год. При этом 97% военных миротворцев – это мужчины, 3% военных миротворцев – он женщины. Лишь 2% тех средств, которые идут на мирное восстановление с четкой целью достижения гендерного равенства, идет, кстати говоря, именно для этих целей. При этом структуру ООН женщин разворачивает очень активную деятельность в этом направлении. Реализовывается программа «Женщины миробезопасность», поддерживается полное и равное представительство участия женщин, создаются ситуационные комнаты. Ну, целый ряд существует всяких, так сказать, инструментов и способов. Хочу подчеркнуть следующее, что 15% требуют и придерживаются на постконфликтное восстановление гендерного равенства. Советники по кредитным вопросам и следователи по вопросам сексуального насилия во всех комиссиях ООН были представлены благодаря этой структуре. Таким образом, да, это я уже сокращаю, иными словами, очень многие вещи предпринимаются в направлении достижения гендерного равенства в различных сферах жизни. Вот вы здесь видите специальное принятое решение по поводу, так сказать, дней, отмечаемых, посвященных конкретно женщинам. Целые 8 международных дней борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и так далее. И каковы выводы, так или иначе напрашивающиеся в этой ситуации? Сегодня, на мой взгляд, сохраняются объективные базисы для повышения роли и значимости ООН, несмотря на то, что она подвергается очень значительной критике. Потому что это связано с объективными факторами, а именно с равномерностью развития мира, это источник противоречия в первые четверти 21 века. Не существует, на мой взгляд, альтернативы ООН как универсальной площадки для диалога ради создания прочного и устойчивого мира. Второе. ООН вносит неоценимый вклад в решение международных вопросов в различных областях жизни, от гендерного равенства до миростроительства, создавая модели. Модели, которым рекомендуется следовать странам. И, наконец, почти пессимистический вывод человечеству, предстоит пройти долгий путь еще для достижения полного равенства мужчин и женщин с точки зрения их прав и возможностей. Но только нервное равенство способно создать крепкую базу той самой безопасности, которой крайне необходимо человечеству для выживания. Спасибо большое. Огромное спасибо, Надежда Александровна.